В городе Ванадзоре, значит, рядом с этим городом находится село Аммигрут. Там есть у нас многие верующие. И вот один брат именем Волод, его жена получила удар, который называется инсульт. И она лежала больная, не могла двигаться. Мне сказали об этом, мы узнали. Я взял некоторых братьев, сестер и один из братьев, его зовут Вартан, он сейчас приспитер в Башкирии, в Мелизеузе и Кумертау. Мы поехали туда. Я когда вошел в дом брата, невеста его, она очень холодно приняла нас, потому что сама не верила в Бога и не уважала верующих. Подвели меня к комнате, в которой была сестра. Она лежала в постели. Рядом с постелью находились некоторые атрибуты туалетные, потому что она не могла идти в туалет. Я подошел к ней и прямым тоном вот так конкретно сказал. «Веришь ли ты в Бога?» Она сказала, да, дала знать, что согласна. «Веришь ли ты в Сына Божия Иисуса Христа?» Она тоже дала согласие. «Веришь ли ты в Слово Писания?» Исаия 53 глава 5 стих, где написано, что «ранами Его мы исцелились». Она головой махнула, дала согласие на это. Я сказал, «Бог исцеляет тебя не через день, не через час, не через минуту, а прямо сейчас! Встань!» И она встала. Я сказал, «Во имя Господа Иисуса Христа, мы хотим кушать! Накрой стол!» И она начала ходить и начала делать дела. То есть, она пошла на кухню, чтобы оттуда взять пищу и положить на стол. «Бог Духом Святым открыл мне, что дьявол сейчас подойдет к ней и начнет внушать, чтобы она сомневалась, усомнилась». Я ей говорю, «Сейчас дьявол подойдет к тебе и начнет внушать тебя, чтобы ты сомневалась». Не сомневайся. Бог исцелил тебя. Бог конкретно это дело сделал, невозвратно, совершенно, абсолютно. И за ней хожу и говорю. Вот буквально, шаг за шагом за ней ходил и говорил по всему периметру, куда она ходила. Она ходила на кухню, я за ней. Она ходила в зал, я за ней. И говорил, и говорил. Она накрыла стол. Она накормила нас. У нас было приблизительно шесть человек. Потом мы помолились, мы встали и оттуда ушли. Во время воскресного служения мне было очень больно, когда я заметил, что об этом никто ничего не сказал. Я сказал брату Джорджу, который епископ сейчас в данный момент в этом регионе. Я сказал брату Джорджу, позвольте мне слово сказать. Он сказал, пожалуйста. Я встал и сказал, народ Божий, слушай меня. Вот посмотрите на эту сестру. Она была больна. Она была под ударами инсульта. Она не могла двигаться. А сейчас она жива и здорово стоит перед вами. Давайте прославим Господа. Давайте будем славить Его великое имя, что Он может вот так делать. И все в молитве прославили Христа. Слава Ему. Потом ко мне подошел ее муж. И он мне говорит, а почему ты не говорил, что ее лицо было черное, как уголь, а сейчас она белая-белая? Я говорю, брат, ну ты же, ты же должен был об этом свидетельствовать. А ты молчишь. Говори, говори, брат, не молчи. Пускай Бог прославляется в твоей жизни. Знаете, очень легко, когда это чудо происходит в жизни другого человека через тебя. Это очень легко, когда ты молишься, и Бог благословляет вот этих людей, и они исселяются. Но, друзья, очень трудно. Очень трудно, когда этот удар приближается к тебе. Как-то ты сам попадаешь под этот удар. После этих процессов и действий, значит, чтобы конкретно сказать, в 2001 году я был в Красноярске. И там со мной случилось нечто. Я встретил там одну сестру. Ее зовут Зоя. Она прекрасна во Христе. Это чудесный человек. Ее муж, его зовут Жора. Он такой огромный. Он гигант такой. Знаете, Ее ребенок, его зовут Артур. Это прекрасный, прекрасный, наверное, сейчас уже юноша такой, красивый. А тогда он был маленьким ребенком. Он болел. Он болел сахарным диабетом. И когда я туда пошел, им было очень трудно. Очень трудно. И они каждый месяц тратили приблизительно 400 долларов на эти лекарства, на все это. Я туда пошел, и она была под ударом. Она сама была под ударом. Ей очень трудно было находиться в духовной жизни тогда. И, оказывается, у нее внутри опухоль. Она подошла ко мне и мне говорит так. Брат Ватчик, я хочу, чтобы ты помолился за меня. Я помолился за нее и помолился с рукоположением. И она ушла. Она была вместе с матерью. У нее благостовенная мама и брат благостовенный. Она, когда ушла, через месяц, мы в месяц начали общаться. Собрания, служения, проповеди. И было благостовенно. Но через месяц она пропала. Мы ищем, ей нет. Мы с ее братом едем в разные места, ей нет. Мы едем в больницу, ей нет. Нету ее. Мы поехали, нашли ее мужа и говорим, Жора, где Зоя? А он говорит, я отвез в больницу. Я говорю, почему? А у нее приступи в животе. Ее должны оперировать. Как? Так, оказывается, вот внутри вот эти боли начались. И ей срочно госпитализировали. И вот она находится в больнице. Утром ее привезли обратно. Я поехал в гости. Я когда вошел домой, она и я заплакали. Она была так радостна. А я был рад, что увидел ее. Я говорю, сестра моя, что случилось? Она говорит, брат, прости меня. Но я усомнилась в тебе. Я с Господом сделал завет. Я сказал, Господи, если это твой помазанник, пускай через его молитву я исцелюсь. И пускай внутри меня вот не будет этой опухоли. И через месяц я начал сомневаться, хотя у меня не было ничего, но вот эти сплетни, которые были вокруг тебя, сильно повлияли на меня. И я начал сомневаться. И у меня начались приступи. Я когда поехал в больницу, там уже сделали комплексную проверку и нашли, что внутри меня ничего нет. И тогда я поняла, что вот все это случилось только из-за того, чтобы я была убеждена, что я правильно мыслила о тебе, что ты Божий человек. Я не понимал, что творится. Но вот это свидетельство было от нее. Вот, этот чудесный человек вот так. Вы знаете, через некоторое время случилось со мной нечто. Я заболел. У меня с правой стороны такие боли. колит. Я не могу дышать. И у меня с правой стороны опухоль. И я, получается, что, ну не могу шагать. Ну не могу дышать. Я приехал в Армению. Я приехал в Армению. Я пошел на проверку. Оказалось, что у меня внутри, на печени, эхенокок. И знаете, я уже не знал, понимаете, будучи начальником физической подготовки и спорта целой мотострельковой бригады, вот, дивизии. Вы понимаете, что это значит? Самый сильный человек, который тренирует войско, вдруг не может ходить. Он не может дышать. Знаете, моя шея стала такая тонкая. Знаете, я не знаю. Я смотрел на себя, как будто из концлагеря я убежал. Худым-худым таким стал. И что-то со мной случилось. Но не мог жить. Но еще не мог спать. Не мог лежать. Жена не знала, что делать. Я вставал, я ходил, но я не мог лежать. Вот. И не мог дышать. Я так мечтал глубоко дышать. Глубоко просто всей грудью дышать. Хоть вот так, понимаете. И знаете, вот эти разговоры дьявольские, вот эти бесы. Ты молишься за других. Бог через тебя лечит других. Вот ты кто такой? Вот это ответ и оценка твоего богопочитания. Вот. Как ты выйдешь из этой ситуации? Я поехал. Я уже поступил на работу в Северную электросеть, где генеральным директором был мой друг юности, Сиребикян Карен. Моим непосредственным начальником был Сирян. Моносоконян, очень хороший парень. Сейчас с замдиректором работает в этой же сети. Очень хороший человек. И там уже мы договорились, что я должен оперироваться. И с доктором договорились. А доктор сказал, что нужен формалин для моей операции. И вместе с Сирианом, будущим замдиректором, мы поехали, чтобы взять этот формалин. Литр формалина. И когда мы ездили, он сказал, Вачик, я говорю, что формалин обычно требует для того, чтобы бальзамировать мертвое тело человека. Почему от тебя просят формалин? Я сказал Сирян. Ну, они заранее знают, что я умру. И поэтому просят формалин. Он сказал вот так. Я боюсь тебя. Я боюсь тебя. Я повернулся к нему и сказал. Слушай внимательно. Я сын всемогущего бога. Я человек вечный. О какой смерти идет разговор. Ничего не будет. Нет, я буду здоровым. И мы поехали. Мы поехали. Взяли этот формалин. Приехали. И меня положили. Связали ноги. Связали руки. И профессиональный, так универсальный кадетер с правой руки в вену. И я посмотрел в сторону неба и сказал Богу так. Господи, у меня четыре ребенка. Два сына и две дочери. Но это меня не волнует. Я умоляю тебя. Если моя жизнь не будет прославлять тебя, возьми меня. Умоляю тебя. Это самый лучший момент. Но если моя жизнь будет прославлять тебя, дай мне жизнь, Господи. Прошу тебя. И после нескольких вот этих самых я отключился. Оказывается, меня оперировали и оперировали пять часов. Я был пять часов под наркозом. После пяти часов я встал. Я открыл мои глаза. И когда открыл мои глаза, я первое что вспомнил мою молитву и в душе сказал, значит, моя жизнь будет прославлять Господа. Сразу утром я встал с постели. Врачи кинулись, чтобы хватать меня, потому что подумали, что я упаду. Я сказал, стой, не трогать меня. И они отошли. Они отошли. Я одиннадцать дней находился там. Пять дней я находился в реанимации. Пять дней. Я не мог одиннадцать дней спать. И температура моего тела была тридцать восемь с половиной. Я убедил, что доктора не могут меня лечить. Я позвонил к моему племяннику. Его зовут Артак. Я сказал, привози такси. Он привез такси. Я сел в такси и поехал к себе домой. Я взял инструменты. Взял ножницы. Йод. Я почистил раны. Я отрезал все швы. Я снял пинцетом все швы. Я лег спать. И уснул шесть часов. Через шесть часов я встал. Моя температура была тридцать шесть градусов. И никаких проблем. Через месяц я вышел на работу. И я начал делать физические упражнения. Сейчас я здоров. Я мощный. И сейчас я нахожусь в городе Пятигорске. Я буквально здесь пробежал пятнадцать километров к мужскому монастырю. И пятнадцать километров обратно. Мне пятьдесят шесть лет. И я тридцать километров просто так бегу. И бегу в горы. Из гор. Это сила Господа. Это благодать Иисуса Христа. Это то, что Бог может исцелять тебя. И вывести из любого состояния. Да, Бог через тебя исцеляет других. Не бойся, друг мой. Но Бог, когда допускает удар в твоей жизни, только для одного. Не то, чтобы уничтожить тебя. Но чтобы укрепить, усилить и более употреблять тебя. Да, славится имя Иисуса Христа. Да, славится имя Бога живого, который верен вовеки. Аминь. Будьте благословенны. Слава Господу. Аминь.